МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Посыпает. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. За мужество и самоотверженность военнослужащих Саровской дивизии наградили медалями Суворова и за отвагу. Служу Отечеству в военкомате прошло торжественное мероприятие к Дню призывника. Лучшие друзья человека. 30 ноября отмечают Всемирный день домашних животных. Далее расскажем обо всем подробно. Многодетные семьи освободили от НДФЛ при продаже жилья. Соответствующий закон Владимир Путин подписал накануне. Речь идет о доходах, полученных при продаже квартир, жилых домов или их частей, которые семья потратила на покупку нового жилья в большей площади. На льготы могут претендовать родители или усыновители, которые воспитывают двух и более несовершеннолетних детей. Либо детей в возрасте до 24 лет, если они обучаются очно. При этом должны соблюдаться некоторые условия. Новое жилье семья должна приобрести в том же году, когда продавала старое, либо не позже 30 апреля следующего года. Общая площадь приобретенного жилья должна превышать площадь проданного, а его стоимость не должна по кадастровой стоимости превышать 50 миллионов рублей. На момент продажи ни один из членов семьи не должен быть собственником какого-либо другого жилья, чья площадь превышала бы в совокупности половину приобретаемой недвижимости. Норма будет действовать в отношении доходов от продажи квартир, полученных начиная с 1 января этого года. Командующий Приволжским округом Росгвардии Александр Порядин посетил наш город с рабочим визитом. Генерал-полковник принял участие в церемонии вручения военнослужащим Саровского соединения войск Национальной гвардии государственных наград. Подробности далее. Саровскую воинскую часть с рабочим визитом приехал командующий Приволжским округом Росгвардии генерал-полковник Александр Порядин. Он наградил военнослужащих государственными наградами, а также подвел итоги боевой работы Саровской дивизии. Я желаю вам дальнейшего только идти вперед, в совершенство себя, не утерять на высокое звание вашего соединения, не потерять позиции и только с каждым годом вперед-вперед. Государственные награды получили военнослужащие, которые отличились при выполнении боевых задач. Медали за мужество, отвагу и самоотверженность вручили троим героям. Генерал-полковник Александр Порядин отметил их добросовестную и высокопрофессиональную работу. За мужество и отвагу, проявленных при выполнении сослужений боевых задач на СССРК Кавказском регионе. Чувство гордости, радости, уважения за коллег при выполнении боевой задачи. Граждан за усердие и инициативу при выполнении по ликвидации пожаров, при лизе охраняемых площадок города Сарова. Чувствую гордость, радость. Считаю, что наши действия – это пример для будущего поколения. Торжественная церемония завершилась праздничным концертом военного оркестра Саровской дивизии. Светлана Ярунова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Торжественное мероприятие, посвященное осеннему призыву в ряды российской армии, провели в военкомате. Праздничный концерт ежегодно устраивали в молодежном центре. Однако пандемия внесла свои коррективы. Осенний призыв в самом разгаре. Девицы ровчан уже пополнили ряды российской армии. Большинство призывников остаются в Нижегородской области. Однако на распределении будущих солдат могут отправить в любой уголок необъятной родины. Официально призыв закончится 31 декабря. До этого времени на службу из Сарова призовут еще около 15 человек. Армии я не боюсь, потому что я считаю, что это долг каждого гражданина отслужить. Что я ожидаю от армии? Укрепление своего физического и, самое главное, морального здоровья. С армией свою дальнейшую жизнь я связывать не планирую. Дальше планирую жить обычной гражданской жизнью. В этом кабинете должно было собраться 7 призывников, но в последний момент у одного из ребят ПЦР-тест показал положительный результат. Мероприятие прошло в неформальной дружеской атмосфере. К юношам обратились представители духовенства, общественных организаций и администрации. Вы научитесь быть более дисциплинированными, выносливыми и мужественными. От всей души хочется пожелать вам мирных армейских будней, крепкого здоровья и, конечно же, успешной службы. И помните, что вас дома ждут по-настоящему близкие, родные и любящие вас люди. Хорошей службы, парни! После напутственных слов ребятам вручили памятные призы. Завершили мероприятие коллективной фотографией на крыльце военкомата. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Верифицированная портфолио абитуриента намерена подготовить Миноборнауки к 2023 году. Сервис позволит не предоставлять при поступлении в ВУЗ бумажные свидетельства и сертификаты о достижениях абитуриента. Другая важная информация в подборке коротких новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Россиянам, которые оставляют мусор в подъезде, грозят сразу два штрафа. Общая сумма наказания может достигать 5000 рублей. Об этом сообщают РИА Новости. Штраф до 3000 рублей грозит за нарушение санитарных норм или правил пожарной безопасности. За строительный мусор могут оштрафовать еще на одну-две тысячи рублей. Дополнительное наказание грозит за выброс легко воспламеняющихся предметов 2-3 тысячи рублей. Пожаловаться на мусор можно в управляющую компанию или ТСЖ. Если беседы с жильцом не приведут к результату, то жалобу можно подать в Роспотребнадзор и пожарную инспекцию. В случае с мусорными пакетами, которые жильцы оставляют в подъездах, порядок действий тот же, что и в случае со строительным мусором. Госавтоинспекция напоминает, что служба 112 работает как канал связи для оперативного информирования. Граждане могут сообщить о ДТП о лицах, которые управляют автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Стражи порядка призывают – сделайте вовремя звонок, и вы сможете сохранить жизнь человека. Центр имени Гамалеи начал разрабатывать модификацию вакцины «Спутник Ви» для борьбы с новым штаммом коронавируса – омикрон. Он активно распространился по всему югу Африки и в единичных случаях проник на Ближний Восток, в Юго-Восточную Азию и Европу. ВОЗ отнесла этот вариант коронавируса к вызывающему обеспокоенность. По прогнозам организации, говорить о заразности штамма и о тяжести протекания заболеваний можно будет через 2-3 недели. Также накануне Центр имени Гамалеи подал в Минздрав документы на проведение исследований вакцины от коронавирусной инфекции для детей в возрасте от 6 до 11 лет. Предполагается, что вакцина будет представлять собой разведенный взрослый вариант «Спутника Ви». Однако во сколько раз – пока неизвестно. Просветительская акция «Всероссийский исторический кроссворд» прошла в библиотеке имени Маяковского. В Год науки и технологий ее решили посвятить истории средств связи. Подробности в следующем сюжете. В этом году Всероссийская акция «Исторический кроссворд» посвящена истории средств связи. Всего в ней приняло участие более 330 площадок по всей России. В Сарове кроссворд написали 20 человек. Организаторами и теми, кто выдвинул идею такого нестандартного формата, выступил Московский государственный педагогический университет. Также у них есть генеральный партнер – это Государственная публичная историческая библиотека. В этом году участвуют как площадки и музеи, и библиотеки, и вузы. На акцию пришли желающие проверить свои знания и любители истории всех возрастов – от школьников до взрослых. Каждому участнику вручили тетрадь с кроссвордом. На выполнение заданий давался один час. Утратить много чего нового для себя лично, поотвечать на вопросы, думаю, будет интересно. Свои знания проверить, и она что-то новенькое узнает. После того, как участники выполнили и проверили все задания, на экране транслировались правильные ответы. Участники кроссворда сами подсчитывали баллы и смогли определить уровень своих знаний. В начале тетради, на второй-третьей странице, там проведен табель чинов службы почты в дореволюционной России. И можно будет определить, какому чину по сумме набранных баллов ты соответствуешь. И, скажем так, организаторы подошли не банально. То есть, мало того, что ты сможешь определить, какой чин, то ты еще и сможешь посмотреть и узнать интересную информацию о том, кто в действительности в царской России носил такой чин. Всем, кто принял участие в кроссворде, вручили сертификаты. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, СОРУ-24. В художественной галерее прошел интерактивный мастер-класс для воспитанников детского сада. Ребята посетили экскурсию, выполнили игровые задания, а также нарисовали собственную картину. Подробности в следующем сюжете. Интерактивные мероприятия для детей в художественной галерее проходят по темам различных времен года. Ребята из детского сада посещают небольшие экскурсии, смотрят мультфильмы и рисуют собственные картины на творческой мастерской. В этот раз организаторы посвятили программу осенней тематике. Как, почему и для чего художник изобразил именно такой пейзаж натюрморт, оживший у нас будет натюрморт, то есть у них еще будет тактильное восприятие. Потом у них будет анимация, то есть через мультфильм они посмотрят, как художники-мультипликаторы тоже осень видят по-своему. А потом у них будет творческая мастерская. Экскурсоводы вместе с детьми рассуждали о красках и дарах осени, отгадывали загадки, играли в различные игры. А для своих рисунков ребята использовали такие интересные техники, как выдувание из трубочки, рисование поролоном и аппликацию. Мы смотрели мультик про кота, еще мы разукрашивали картинки. Мне понравились в Горелере рисунки, которые я рисовал, и пейзажи, которые висят на стенах. По субботам в 12 часов творческие мастерские и художественные галереи открыты для свободного посещения. На них могут прийти как дети, так и родители. Для справок звоните по телефону 702-87-702-94. Мероприятие без возрастных ограничений. Светлана Ярунова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Около полугода назад ее вместе с девятью новорожденными щенками выкинули на остановки в Сатисе. Но нашлись люди, которые не смогли пройти мимо и забрали к себе собачье семейство. Моя тетя очень долго пыталась подойти к ней. Она сначала не подпускала, но постепенно она все-таки разрешила подойти. Это было очень страшно для нее. В итоге мы ее забрали домой. Постарались максимально сделать, чтобы ей было комфортно, чтобы она привыкла. Сильно она не переживала, она доверилась. Дина поверила спасителям и не ошиблась. Ее окружили заботой и любовью. Малышам быстро нашли новый дом. За их судьбой Виктория, Анна и Станислав следят и сейчас. Общаются с их владельцами и хранят фото уже повзрослевших щенят. Сама Дина изменилась в нашей последней встрече. Она у нас немного поправилась, и ей это только идет. С улыбкой признается Виктория. Сейчас она живет с нами. Летом она из-за того, что не с кем было оставить, она поехала в отпуск. Она побывала в Крыму. Счастливая собака. Она любит купаться. Она раньше боялась лифта, но сейчас она с радостью выбегает, забегает в него. И вообще с этим проблем нет. Любит она других кошек, котов, ладит. Собаку Виктория взяла на передержку и оставить у себя не может. Вот уже шесть месяцев она безуспешно ищет семью для этой очаровашки. Поразительно, что после всех тех невзгод, что выпали на ее долю, Дина остается доброй, ласковой и открытой абсолютно ко всем. Своим обаянием она поразила и нашу съемочную группу. Даже согласилась сделать селфи. Правда, мы подкупили ее вкусняшками. Мы знаем команду сидеть, лежать. Мы умеем делать зайчика, мы умеем делать суслика. Получилось это как-то так случайно, но мы делаем это. Мы знаем ко мне, пока нельзя, не особо знаем, но мы над этим работаем. Ну, еще несколько команд, в принципе, тоже знаем. Учимся очень быстро, с этим вообще никаких проблем нет. Ей примерно два года. Дина стерилизована, привита. Она ждет своего человека, которому станет верным другом. Если вы захотите поближе познакомиться с Диной, звоните по телефону 8 960 182 23 49. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Мария Посыпая. Всего вам доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин